Поздравляю вас с Днём военно-морского флота! Команды юридических кораблей, махать пилару и уничтожение. В Дагестане впервые за всю историю республики прошёл военно-морской парад, посвящённый Дню ВМФ. Чтобы посмотреть на это зрелищное действие на воде, в Каспийск съехались тысячи людей. В парадном строю около 40 судов и катеров. Среди них пограничные, артиллерийские и даже ракетные корабли. Далее в парадном строю малый ракетный корабль «Углич». Командир, капитан 2-го ранга Михаил Степанов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём военно-морского флота! Ура! Ура! Праздник начался с обхода парадного строя кораблей, украшенных прасечными флагами. Парад принял командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук. После чего сотни военнослужащих показали, на что способен флот в случае любой угрозы. Свои возможности они продемонстрировали жителям и гостям Каспийска в постановочных морских баталиях. На ракетном корабле «Дагестан» 176-мм артиллерийская установка. За период эксплуатации показала свою надежность и эффективность. Уникальная двухавтоматная шестиствольная артиллерийская установка «Палаш», обладающая высокой скорострельностью и высокой вероятностью поражения противника. Уничтожаются вновь появившиеся цели противника. Противник разгромлен. Кроме того, в смотре войск была задействована и авиация. Она выполняла задачу по обнаружению неопознанной группы надводных целей. К параду были привлечены 14 летательных аппаратов сил Южного военного округа. Поддержку морскому десанту оказали самолеты военно-космических сил, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. Помимо военных моряков, сегодня свой профессиональный день празднуют и парашютисты, которые присоединились к параду, буквально упав с неба. Они совершили прыжок над Каспийским морем и развернули флаги России и Дагестана. После яркого показательного выступления каспийчан и гостей города ждала экскурсия. Моряки пригласили всех желающих детально ознакомиться с военно-морской техникой. Хочу сразу сказать, что по реакции наших зрителей на трибунах, на набережной следует сделать вывод, что все у нас удалось. Самую высокую оценку заслуживают экипажи кораблей, экипажи летательных аппаратов. Отметим, что день военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. Главное торжество по этому поводу проходит в Санкт-Петербурге. Наиболее ярко его отмечают также в городах-штабах четырех флотов в Калининграде, Североморске, Севастополе и Владивостоке. А теперь, с 2020 года этот список пополнил и Дагестанский Каспийск, куда из Астрахани перебазировалась Каспийская флотилия. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск.